Всем привет, друзья! С вами Механик. Вы меня не просили, а я сделал. Сегодня у нас будет новенький Дрифт Миссл. Прям пачка целая там нарисовалась. Ну, как я и говорил, это у нас Дрифт Миссл из Е34, из Биммера. Блин, выглядит уже супер здорово. Ну, кроме, наверное, цвета дисков, что-то вот... Ну, и изолента то, что... Прям вообще изолента-изолента. Но так, в целом, посмотрите, даже крыло как будто такое с маленькими вмятинами, что ли. Ребята, а вы знали, что только для подписчиков канала действует уникальное предложение? Вы можете купить любимую игру дешевле, чем где-либо. Например, GTA 5. Заходим сюда, и вы можете купить 100% ключ за 599 рублей. Таких цен больше нет нигде. А если вы рисковый парень, можете попробовать покрутить рулетку за 189 рублей. Шанс 50%. Испытывайте удачу или покупайте 100% ключ, используя вот этот переключатель. А также обратите внимание, что у нас есть кэшбэк к любой покупке. Накапливайте деньги на своем аккаунте и забирайте игры бесплатно. Торопитесь, количество ключей ограничено. Ссылка в описании. А это вроде как ровное. Да, это такое типа помятое немного переднее крыло. Диски прям лютый пожар, но немного, мне кажется, не для этого аппарата. Здесь очень круто выглядит то, что вместо фар два воздуха фильтра, воздушных фильтра нулевика. У нас интеркулер, у нас охлаждение коробки, у нас охлаждение, чего это, масло или чего, маленький вот этот кулечек, непонятно. В машине есть каркас, сзади две огромные банки ProSport, вот это вот китайские хорошие, такие качественные. Вот, в принципе, что, больше ничего нет, погнали салончик смотреть. Если нравится стилек, обязательно ставим лайк и не забываем подписаться на канал. Ну, в принципе, что, стиль бешеный, что сказать. Под капотом, наверное, какой-нибудь JZ стоит, учитывая обилие, просто невероятное обилие всяких датчиков. Но салон похож, и давайте запускать двигатель. Он вообще работает? Очень тихо работает, вообще не слышно. То есть звук, видимо, стандартный какой-то. Ну, ладно, стандартный, так стандартный. Короче, напишите еще по поводу вида этой тачки, как он вам. Давайте, что мы включим, наверное, свет чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну. Ну. А, ну вот теперь нормально. А то сразу и непонятно было. Нет, теперь все четко, все хорошо работает, даже заглох. А сейчас проверка на реакцию, успеешь ли ты подписаться за три секунды. Один, два, три. Успел? Красавчик. Да, на второй прям ее тащит. Вторая прям дикая и хорошая прям вторая. Вот в палас жмешь. Вот сейчас третья в палас. Все, ее просто срывает. То есть и подхват какой-то прям бешеный. Начинается где-то тысяч, наверное, с трех. Вот потихонечку сейчас попробуем. Надо же к машине привыкнуть, правильно? Да, вообще жесткая. Жесткий аппарат. Но так, вот накатом я сейчас еду. В принципе, держится неплохо за дорогу. Но прям напирает она очень жестко. Вот смотрите, сейчас продавливаю на третий. Это не в пол. Страшно. 200 на третий. И это не в пол было. Четвертая тоже не в пол. Как только начинает мотылять, я сбавляю. Пятая. Пятый нет? Пятый нет? То есть четвертая у нас. Край краев это четвертая. А спидометр не работает что ли? Да, спидометр не работает у нас. И тормоза тоже не работают. Так, ну что, мы приехали на кольцо. Машин, как вы видите, нету. Вторая передача воткнута. Ручника нету специально. Будем пробовать что-то изобразить. Но пока не получается. Может в обратную сторону получится? В непривычную. Так. Ух ты, блин. Ну такая строптивая, конечно, машина. Это вам... Это не Жигуль. Здесь вот на второй можно... Смотрите, что со второй просто тронулся. Поехал. А с третей? Да. Да. И третья также работает. То есть, мощи здесь просто вагон и маленькая тележка. Так, ну давайте хотя бы перекладочку какую-то сделаем тогда. Так, для перекладочки все-таки нам надо в ту сторону ехать. Сейчас поедем по правильному направлению. Попробуем куда-нибудь переложиться. Ага. Переложился. Переложился, в сиденье отложился. Ну ничего. Ну это... Это ядреный аппарат. Я вам скажу так. Это... Это не Жигуль. На Жигуле... На Жигуле было понятно. Здесь... Очень ядреный. То есть, я газ вот... Вот очень дозированно делаю. Все равно ее вот понесло. Все, до свидания. Вот видите, это просто я в палас нажал. То есть, ну... Как бы рулем-то я пытаюсь скорректировать. Но вообще без вариантов. Ну с цепой только если. С цепой пытаться что-то разрулить. Но жесткая, жесткая машинка. 90 на второй. Так, а может вообще типа по хардкору на первой попробовать? Все-таки это же у нас не симулятор крутой физики, правильно? Может на первой будет как-то поинтереснее? У меня аж монитор раскачался. Ставь лайк, если раскачался монитор. Ну... Че такое? Не то, что я ожидал чего-то сверхъестественного. Все-таки это не стоит забывать, что за игра. А, даже так? Я понял. А в чем как бы прикол? Почему ее не несет? Что-то я вообще ничего не понимаю, как она работает. Но как-то неправильно. Вот в отличие от джиги, биммер как-то... Как-то не так едет. Вы уж извините, фанаты биммеров. Как бы я и сам вот именно этот кузов особенной и любовью люблю. Ну, вы знаете. У нас с ним такая непростая судьба. Но... Карпача не знаю, я. Вот он местами прикольный, местами понятный. Но... Но не везде. То есть, очень его сложно уловить. Прям такой, знаете... Прям дайга сайта здесь нужен. Вот так. Без дайга сайта не разберемся. Ну, хоть вот... Ну, пончик-то ты можешь прокрутить, нет? Вот просто я вывернул руль в надежде, что он закрутится. Но этого не происходит. Круто. Заглох. Да блин, ты что, угораешь? Ну, давай, давай, давай. Ну, хоть что-то покажем. О, почти зашел. Было бы красиво, если бы получилось вписаться в траекторию. Но... Но я вписался только в ствол. Ну, короче, я не знаю, ребят. Очень спорный автомобиль. Выглядит... Ну, сами видите, как неоднозначно. Хочется, конечно, его максималку прям затестировать жестко, но... Его несет от газа в пол. Сейчас мы разобьемся. Сейчас разобьемся. 233. Это максималка, кстати. Все. Это максималка. То есть здесь редуктор суперкороткий. Пятой передачи нет. 234. Бам! Не, ну, когда-то это должно было случиться. Это очевидно. Короче, не знаю. Очень своеобразный автомобиль. Явно с потоком здесь нечего кататься. Ну, вообще бессмысленно. Так что ты будешь собирать просто всех. Так просто вот покататься на расслабончике и иметь возможность, типа... Вот так раздать как-то. Но опять, вы видите, чем это заканчивается? Это с выжатым сцеплением. Ну, такое. Короче, не знаю. Очень своеобразный аппарат. По виду сами решаете, крутой или не крутой. Но по рулежке, конечно, копейка гораздо стабильнее, чем этот. Ладно. Нет. Нервов у меня не хватает на эту тачку. Вот есть М3 здесь в 30-м кузове. Она, кстати, более адекватно рулится, чем вот этот. Но дури в нем просто бешеное количество. Видимо, из-за этого еще. Ну, такие проблемы. Но, в общем-то, все. На этом будем заканчивать. Если понравилась серия, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока!